Всем привет! Имеет ли смысл отдыхать в Турции зимой? Я имею в виду отдыхать именно так, как привыкло большинство туристов, приезжающих в эту страну. А именно, на берегу моря, в отеле с all-inclusive, с разнообразным шведским столом, с интересной анимацией, с купанием в море, в бассейнах и так далее. С начала ноября до середины апреля в Турции считается не сезон. И тем не менее, в этот период турецкие курорты посещает внушительное количество туристов. Сначала стоит обратить внимание на ноябрь. Год на год не приходится, но достаточно часто. В ноябре можно полноценно отдыхать, купаться в море, загорать на пляже, с удовольствием гулять вечером по променадам. В общем, максимально наслаждаться продолжающимся летом. Сразу стоит заметить, что с ноября по апрель курорты, расположенные на Эгейском море, лучше не рассматривать. Во-первых, Эгейское море на пару градусов прохладнее, чем Средиземное. А во-вторых, в Эгейском регионе данный период является сезоном ветров. И даже если будет солнце, тепло, комфортно полежать на пляже или возле бассейна, вряд ли получится, так как постоянно будет досаждать холодный пронизывающий ветерок. Единственный смысл ехать в этот регион в данный период, это если там будет располагаться сногсшибательный отель, предназначенный для зимнего отдыха и по хорошей цене. Тогда возникает вопрос, на какой курорт стоит ехать в ноябре. Идеальнее всего это Аланье и Анталия. В этих двух городах сезон обычно полноценно продолжается. Если мы хотим большего уединения, гулять по полупустым набережным, общаться с минимальным количеством людей, то можно поехать в Марморис, Кемер или Сиде. Но непосредственно в эти курорты, а не в какие-то мини-курортики, расположенные неподалеку. К примеру, возле Кемера находится 6-7 поселков, в которых также множество отелей. Тикерово, Чемьюва, Гюнюк, Бельдиби. Мы отдыхали в некоторых из них даже не в конце, а в начале ноября. И основная шутка всего нашего отдыха была в том, что мы сняли лично для себя не просто отель, а весь курорт. Когда вокруг немного туристов, это бывает классно. Но когда вообще нет никого, это даже пугает. Хотя отель работал, питание было все включено, но анимации не было, развлечения отсутствовали. Так что отдых оказался все-таки не вполне полноценный. И противоположный пример с правильным подбором курорта. Мы были в последних числах ноября, в начале декабря в Анталии, в отеле Дельфин Бигрант. Несколько раз у нас даже получилось искупаться в море, полноценная работала аквапарк, правда вода была холодная. 50 на 50 были открыты фудкорты на территории. В середине же отеля все функционировало абсолютно полноценно. Также мы ездили на экскурсии в центр Анталии, в старый город. И днем форма одежды у нас была шлепки, шорты и футболка. Кстати, на сети отелей Дельфин можно четко увидеть, как работают отели в сезон и не в сезон. У сети 7 отелей. Понятно, что летом они открыты все, забиты под завязку. С середины октября или с начала ноября они по одному начинают закрываться. И бывает даже такое, что туристы взяли тур в один отель, а их селят в другой. Но здесь переживать не стоит, закрываются самые слабенькие из них. Хотя таких в принципе в сети и нет. А остаются работать самые шикарные. И зимой скорее всего из всей сети работает только один отель. Например, это Дельфин Империал Лара. Это громаднейшее здание, фактически целый город. В плохую погоду, внутри отеля есть буквально все для полноценного отдыха. Также есть горячие бассейны, расположенные на улице. То есть мы можем плавать в крытом бассейне, потом выплываем в открытый. И нам по сути не важно, какая на улице погода. Дует ветер, идет дождь. Наоборот, плавать в горячем бассейне под дождем. Это может быть очень даже романтично. Средняя температура воздуха днем в начале ноября в Анталии 23 градуса. В конце ноября 20 градусов. Ночью соответственно 18 и 16. Иногда может падать и ниже, до плюс 12. Средняя температура воды на курортах в Средиземном море от 23 до 25 градусов. Что для купания очень даже комфортно. И по сути единственной проблемой, которая может помешать нам насладиться плаванием в море. Это периодически слишком большие волны. Теперь, что касается отдыха с декабря по март. В Турции существует достаточно много круглогодичных отелей, которые принимают гостей как летом, так и зимой. Что же мы можем ожидать от зимнего отдыха в Турции, а чего точно не будет. Практически гарантированно мы не будем купаться в море. Хотя на удивление всю зиму вода относительно теплая. 17-18 градусов. И при желании на характере купаться вполне можно. Просто достаточно часто бывает шторм или море неспокойное. Поэтому отели убирают с пляжей всю инфраструктуру. Лежаки, зонтики. Разбирают пирсы, навесы. Закрывают пляжные рестораны. И если мы будем купаться в море, то фактически на диком необустроенном пляже. Второе, что сильно отличает зимний отдых от летнего. Скорее всего у нас не получится загорать. Хотя если в отеле все правильно обустроено. Есть возле подогреваемых бассейнов уютные закрытые места. То в некоторые дни в определенные часы погода вполне может позволить и полежать на улице на солнце. На турецких курортах нет жесткой холодной зимы со снегом. Здесь весь год приятный мягкий средиземноморский климат. В декабре и марте температура воздуха днем 17-18 градусов. В январе и феврале 15-16. Ночью, как правило, всю зиму от 8 до 13. Да, бывают некоторые ночи, когда температура опускается и до плюс 2-3 градусов. Но такое случается не часто. Облюбовав эту комфортную погоду, немало людей из более холодных стран приезжают на турецкое побережье Средиземного моря на зимовку. То есть человек сдает свою квартиру на всю зиму где-то в Риге и за эти деньги арендует квартиру в Аланье. Кстати, если кто-то еще не знает, у нашего канала есть свой инстаграм, который называется Мечта путешественника или Dream of Traveler. Там мы публикуем самые яркие фото и короткие истории о наших путешествиях. Обязательно заходите, подписывайтесь. Мы всегда рады новым гостям. Чего мы не будем иметь в зимнем отдыхе, я сказал, а что же тогда мы все-таки получим? Самое главное, это великолепный турецкий сервис и прекрасную концепцию все включено. Как правило, зимой работают очень большие отели. Перечислять их не имеет смысла, так как их достаточно много. Но для примера все-таки несколько назову. Беллис Делюкс, Добидан Эксклюзив, Титаник Делюкс, Барут Химера, Титаник Мордан Пелес. Это все естественно пятизвездочные отели. Честно говоря, даже не знаю, есть ли с зимней концепцией четверки и тройки. Но даже если есть, нужно подумать, а стоит ли в них все-таки ехать. А вот с пятерками история такая, что в зимний период мы можем поехать в какой-то сногсшибательный отель, который летом мы позволить себе точно бы не смогли. То есть в сезон он может стоить 5-6 тысяч долларов на двоих, а зимой к примеру 1200-1500. И за такие деньги мы реально можем прикоснуться к роскоши. Понятно, что если отель высочайшего класса, даже понижая на какой-то период свою стоимость, уровень сервиса естественно он не понижает. Да, может быть немножко урезан all-inclusive. Или анимация будет поскромнее. Но в целом отель все равно будет поддерживать свою марку. Естественно главной фишкой отеля с зимней концепцией являются теплые бассейны. Чем их больше, тем лучше. Иногда даже бывают подогреваемые аквапарки. Как правило вода в таких бассейнах поддерживается на стандартном уровне 28 градусов. Обычно некоторые теплые бассейны закрыты, то есть в помещении, а некоторые расположены на улице. Наверное один из самых бюджетных отелей, который нам встречался с зимней концепцией. Это отель Castival Hotel, располагающийся в Сиде. Достаточно приятный отель, мы в нем отдыхали, но только летом. Но в принципе зимой я бы в него тоже с удовольствием поехал. В Турции 300 солнечных дней в году. То есть пасмурных дождливых всего 65. Само собой большая часть из них припадает именно на зимний период. Но все равно непогожие дни на турецких курортах, даже зимой не такое уж частое явление. Так что скорее всего на отдыхе мы сможем наслаждаться прогулками по набережным, по променадам. Но конечно джинсы и теплая осенняя куртка все равно нам будут необходимы. А по вечерам даже и шапка. То есть мы можно сказать приезжаем в санаторий, дышим полезным морским воздухом, едим вкусную турецкую еду, пьем качественный алкоголь, в том числе обычно и импортный. Нас развлекают, мы слушаем живую музыку, можем заниматься спортом. И при этом не нужно заправлять кровати, готовить еду, убирать в комнате. В общем если не учитывать море, то мы имеем абсолютно полноценный отдых. Также в Турции зимой классный и что самое главное очень дешевый шоппинг. Крупные торговые сети Вайкики, Коллинз, Дефакто устраивают невероятные распродажи, чтобы избавиться от прошлогодних коллекций. На базарах идет война за каждого клиента, можно неплохо поторговаться. Но хороший шоппинг возможен по сути только в двух городах, в Анталии и Валанье. На всех остальных курортах большинство магазинов просто закрываются, так как клиентов становится критически мало. Еще в Турции зимой самый сезон многих фруктов и овощей. Понятно, что в современном мире апельсинами, мандаринами, гранатами никого не удивишь. И все-таки есть разница, когда этот фрукт сорван спелым два дня назад или собран еще зеленым и привезен откуда-то за 3-9 земель. Также практически всю зиму в Турции выращивается клубника. Поэтому с точки зрения свежих полезных фруктов и овощей, зимний сезон в этой стране прекрасное время. А еще этот период идеально подходит для экскурсий. Но, конечно, не для всех. К примеру, ехать на морские экскурсии нет никакого смысла. А вот на любые исторические это то, что нужно. Мягкая приятная погода, но в то же время не жара. Так что созерцание любых достопримечательностей максимально приятное. И теперь отдельной строчкой у нас стоит месяц апрель. Это также считается не сезон, хотя можно смело утверждать, что уже числа с 15-го погода полностью соответствует даже пляжному отдыху. И единственный недостаток это холодная вода как в море, так и в бассейнах. Температура моря на средиземноморских курортах градусов 17-18, а бассейны обычно прогреваются еще хуже, градусов до 15-16. Но зато температура воздуха очень приятная. В начале апреля в районе 20, а с середины месяца 22-23 градуса. Днем на солнце еще намного теплее, так что можно вполне комфортно загорать как на пляже, так и возле бассейнов. Какие можно сделать выводы, подводя итоги всего вышесказанного? Отдых в Турции зимой от летнего отличается и отличается не слабо. По сути из него мы полностью вычеркиваем море и пляж. Но зато отдых будет более спокойный, релаксный, с меньшим количеством туристов вокруг. И если правильно подобрать отель, то с великолепным турецким сервисом и потрясающим all-inclusive. К тому же этот отдых обойдется нам в разы дешевле, чем такой же отдых в сезон. Я надеюсь, что это видео было полезным и поможет вам при планировании вашего отдыха. Кто еще не подписался на наш канал Мечта Путешественника, обязательно подписывайтесь. Ведь у нас всегда самые актуальные туристические новости и интересные обзоры. Нажимайте на одну из конечных заставок и смотрите следующее увлекательное видео. Всем хорошего отдыха, ярких впечатлений. И помните, жизнь прекрасна, когда мне есть место для путешествий.